Летающие дома, танки, звери, птицы и многое другое. Вот лишь малая часть персонажей, которые в воскресенье приняли участие в ежегодном фестивале летательных аппаратов Red Bull Fluctag в Москве. Платформа была установлена в столичном районе Строгино. Главная задача всех команд – соорудить веселые летательные средства, которые пропарит над водой дальше всех, а также проявить креативность и артистизм. Кроме этого, участников оценивают и по небольшому выступлению, которое они представляют перед прыжком. Во-первых, мы из города Иваново, наша команда. Мы участвуем как бы первый раз. Ивану здесь не разу. Мы решили показать, что мы Ивану тоже имеем. Вот наша парад стоит. Весело, позитив. Попробовать, хотим первое место и побить мировой рекорд по взлетам. Наша парада – Сова. Мы рассчитываем, в первую очередь, достойно выступить, получить достойное себе удовольствие и зрителям. А эта голова, похожая на Жерара Депардье, называется «Француз на паспорте». Мы сделали практически все сами и очень сейчас волнуемся. Наша команда – самая лучшая. Мы надеемся, что мы очень далеко пролетим. На зрелище пришли посмотреть сотни зрителей. Организаторы говорят, что за годы проведения в России этого соревнования мероприятия становятся все более популярным. Я думаю, «Росболфлюктак» с 2013 года отличается от предыдущих только тем, что сегодня намного больше команд, их 37. Мы надеемся, что больше зрителей, несмотря на погоду, но мы видим, что люди приходят. А самое главное – это еще раз доказывает то, что в России живут очень интересные, креативные люди, которые действительно любят двигаться вперед. Для летательных аппаратов есть некоторые ограничения. Они не должны превышать 10 метров в диаметре и 150 килограммов в весе, а также не могут быть оснащены какими-либо моторами. Впервые такой конкурс прошел в Вене в 1992 году. Сегодня его проводят ежегодно в более 100 городах мира.